Родился в Брянской области, переехав сюда уже, с самого лета мне годик был, мы здесь и обосновались, в городе Анапа, учился практически во всех школах города. Меня кинули близкие друзья, своровав базу ОСАГО, убив ее вообще, чтобы я до нее не дотрагивал. О боже, где вы были раньше? Да, я получил оттуда комиссионное вознаграждение с миллиона, что-то около 35% я получил. 350 тысяч рублей? Да, я просто приобрелся в автомобиль. Так как был ведущим спортсменом, старше с молодежки, был сборной края, первым номером от края. Само собой, в школе учился мало. В основном все происходило на сборах, вся жизнь была на сборах. Тебя просто выгоняли из школы? Ну да, ты приезжаешь в школу, само собой, но выгоняли из-за поведения, если быть честным. Из-за поведения? Да, если быть честным, то есть за поведение, но по полгода, в принципе, в каждой школе я учился. Потом уже, повзрослев, поумнев и остепенев, наверное, прибрал, но все-таки, попал в хорошую школу, в седьмую, где повезло, что сам директор школы, он сам заслуженный мастер спорта был по фехтованию. И как спортсмен, он просто, ну, да, он может, что, либо он мне даст путь, либо я пропаду. То есть у меня была эйфорийная мысль, что я буду заниматься и зарабатывать там только боксом, как бы, ну и ничем другим. Вызвал все в кабинет, я не знал, что он еще до заслуженный мастер спорта, он достал все свои регалии, показал, и я был удивлен, честно говоря, увидел. А у него была высохшая рука, полностью высохшая рука. И он говорит, что так же, как и я, в свое время он так и думал, что он тоже будет этим зарабатывать. Но вот прошел несчастный случай на тренировке, ему проткнули нерв, и вот у него рука высохла. И сказал такую фразу, что он говорит, Алексей, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Не знаю почему, но эта фраза, она конкретно переменила многое, то есть как бы я тогда даже вылетел из сборной из-за того, что я начал грызть гранит в науке. А в каком году этот разговор? Это уже в 92-м, да, 92-й год. 92-й, 93-й год. Нет, в году имею в виду в классе какой класс? А в классе-то уже был 9-й класс. Да, 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 уже более осознанно, как бы, я хотел просто бросать все это дело, да, и уходить, как бы, и не в 11-й год. Вот он как бы, благодаря этому разговору, я в 11-й класс и пошел. Так же все потом продолжался, спорт, 11-й класс, 7-я школа, да, все, выпустились, и довольно-таки все удачно и все успешно. А такой еще вопрос, любви тебя, любовь к истории у тебя когда появилась в школе? Вот, всех этих вот. И как раз-таки все это было интересно, все это было, не знаю, скорее всего, это благодаря учителям, которые это дело преподавали. Они настолько заводили своим рассказом, что ты как на кино ходил, грубо говоря. А в СССР тогда еще фильмов, кроме Кинг-Конга, интересного больше ничего не было. Поэтому, и с большим удовольствием, но с этим же директором школы, 7-й, у нас был такой спор, что, если я за первую четверть получу хоть одну четверку, но вне зависимости, когда он дальше будет учиться, в конце года он мне ставит 2. Если я не получаю за первую четверть четверку, а будут одни пятерки, он только, неважно, буду ли я вообще ходить на предмет на его, он мне ставит 5. Первая четверть, я был гвоздем программы всей школы. Никто, грубо говоря, в классе не учил историю, потому что знали, что будут спрашивать меня. Его это зацепило, этот спор, и меня. Я выиграл, проиграл. Я в последний урок расслабился. Все, последний день четверти. И он меня берет и задает вопросы. Я ответил на 5, он говорит, если бы не наш спор, я бы тебе поставил 5. Но если это спор, я тебе ставлю 4. И вырубался еще матом. Но в конце года у меня было 5. Он все-таки, как бы, он мужчина, он взрослый мужчина, он поступил грамотно, как педагог. Он поступил настолько грамотно, что другой бы, может быть, бы, и сказал бы, да, там, спор, а этот нет. Он понял, что если он мне поставит что-то, кроме пятерки, я настолько, как бы, могу, ну, забью на предмет, и поэтому этого нельзя было делать, да. Поэтому он очень грамотно, царство небесное, я думаю, директор, он недавно буквально совсем умер. Вот, ну, возрастное уже. Ну, то есть, ну, этот человек на твою личность, по-моему, очень сильно. Вот именно этой фразой, вот, без бумажки, ты букашка, бумажка, человек. И он уже историком был? Да, он историком был. Он умел. Это вот один и второй у меня в начальных классах была у нас тоже историк, само собой. Тот заслуженный, не заслуженный, он был один из главных историков Кубани. Ага. И он настолько тоже, как бы, все это про Древнюю Грецию рассказывал, а мы находимся в Древней Греции, само собой. Настолько это все рассказывалось, но тогда еще нам не говорили, что мы находимся в Древней Греции, мы этого не понимали. Мы знали, что есть название Горгипия. Но что, что мы находимся в реале и в самом крупном городе, этого мы не понимали. Только сейчас, спустя много лет, перечитываешь историю, тем самым ты знаешь, где что лежит, где что у нас находится. Я предлагаю пойти искупаться на море в Горгипию и продолжать. Да, да, да. Остановились мы на том, что Алексей закончил у нас школу, и на его развитие очень сильно повлиял преподаватель, директор школы. Да, с Филиппом Геннадий Осимовичем. Дальше, вот после школы, что университет? Школа закончилась и сразу же попал в город Чайковский, в Пенский край, в сборную по кикбоксингу. Армия, не армия? В армию, дело в том, что так как лидирующий был спортсмен от края, готовили на спортроту. Само собой, институт давал отсрочку тогда еще от армии, и, само собой, ушел, уехал в этот город, где тренировался в сборной, и, само собой... То есть это 17 лет ты уезжаешь в Пермь? Да, да. А там кикбоксинг, потому что самая лучшая школа в России? Да, да, это была самая мощная школа в России, это были там все сборные, так скажем так, сборные солянки, да, со всей России ребят собирали. Довольно-таки там были грамотные, на то время были, я считаю, самые грамотные тренера. Вообще подход был настолько... После провинции Анапы, да, попав в ту команду, я был удивлен, начиная от одежды, заканчивая зарплатами и так далее. Ну, то есть ты сразу же начал, у тебя началась взрослая зарабатывать? Да, уже начал зарабатывать. Все это долгое время. Вообще путь в дорогу до Чайковска во время школы, и это дал, конечно, наш тренер, царство небесное, Николай Касин Светлов, который заменил мне полностью отца. Дело в том, что отца я потерялась в 85-м году, мне было 9 лет. Трагически погиб, да, и попав из Цибанабалки, такой у нас поселочек, есть недалеко от Анапы, мы переехали в город, я, само собой, в первый же день в школе получил ремня от своих одноклассников, так скажем, с бучку за школой. Придя домой, порванный, грязный, пожаловался старшему брату, сказал, что мне нужно куда-то заниматься, на борьбу хочу. Валек у нас занимался борьбой, так как он меня поколотил. Он говорит, зачем, говорит, идти на борьбу, иди в бокс. Там людей бьют. Но ты говоришь, что все время называешь боксом, но в самом деле у тебя был кикбоксинг. В основном, да, основной, нет, основной в кикбоксинге, это уже, там, скажем так, больше достиг результатов. Но изначально школа, это все-таки бокс, это классика, да. Там до КМС, а до Родорос, и потом просто так, что повернулось, что я уехал на все, что не жалея об этом, так скажем. И уже пошла развитие, взрослая жизнь там, уже без мамы, там старшие друзья, которые научили тому, что сегодня в жизни и в профессии нашей пригодилось. То есть не воровать у своих близких, не плести интрижки, да, то есть там уже были настолько взрослые друзья, которым, ну, которым ты с открытым ртом ты их слушаешь, что они тебе говорят, и их совету, по их советам сегодня живешь. Это все дало уже, само собой, в совокупности, дало полностью становление, как, наверное, меня, как, ну, может быть, личности вот юношеского возраста, вот такого, до периода шинить бы, так скажем. Само собой, дальше закончилась спортивная карьера, в связи с тем, что... В связи с тем, что... В связи с тем, что у меня пошел перенагруз на сердце, и у меня в 19 лет произошло предназначенное состояние. Вошел в легкую, такую, кому. Недолго, но со спортом был поставлен крест. На этом деле, врачами был поставлен крест, и дальше уже началась непонятная жизнь, которая... Конец 90-х, и непонятная жизнь в плане, что делать и как быть. В каком году ты, получается, уехал в Пермь? В 95-м. Ну, значит, это же Россия, получается? Да, 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 в 95-й год, да. А оттуда вернулся уже в 99-м. В 98-м, 99-м. Ну, то есть еще тут всякое... Еще все это продолжалось, да. Все продолжалось, да. Ну, и дальше от скуки и от того, чтобы мама не пилила тебя, иди учись, я закончил первое образование, это воспитатель детского сада, техническое образование. Технику? Технику, воспитатель детского сада. Отучился год и 9. Вот, получил все образование, 36 девочек в группе было, один я. Довольно-таки хорошо, хорошая учеба, убежала. Вот, далее институт. Поехал в Москву до друга, у которого папа ректор, и мне просто сказали, да не выделась ты, иди, вон, поступай. Ну, и поступил в институт, само собой, в 2000-м году, и уже дальше. А что там институт как? Институт, когда он назывался Московский институт современного бизнеса, вот, который потом перерос в институт международных отношений. И... Чего, какая специальность? По экономике. Экономист, да, в экономику, защищал непосредственно дипломную работу по развитию торговых предприятий. Это больше управленческое. Давали управленческий уклон, так скажем. Ну, и в 2005-м году это все заочно происходило, само собой. И в 2005-м году мне пришла повестка в армию. Обо мне вспомнили, что я должен был идти в армию. Ну, на тот момент я уже был 3 года как женат, и мне уже было возраст. А дочка еще... Дочь на следующий год родилась, да. Ну, и само собой, как бы, какая армия? Ну, подняли мы историю болезни, что сердце. Ну, а там копнули глубже, там, ну, да, то есть, этой болячкой не берут в армию. Ну, взглядом, да, берут в космонавт. Таких не берут в космонавт. Тем ударился в воду дурачок. Вот так вот. Давай, резюмирую. То есть, ты, получается, у нас после школы сначала у тебя спорт, из-за того, за здоровье не получается спорт, ты идешь в техникум, ты получаешь первое свое образование, специальное. Потом дальше ты идешь и заканчиваешь уже... Уже не все тут. А он в Москве? В Москве? То есть, в Москве пожилку какой-то раз. Нет, я доездил на... Да, заочное, заочное обучение, да, само собой на сессию. На каждую сессию, не пропуская каждую сессию. Это мне нравилось даже. Скажу так, я за одной скамье сидел с Жуком Игоревичем. Тогда я еще не знал, что он генеральный директор, страховой компании «Согласие», но так молчал, что мы вот так вот и рядышком находились. В 2003 году попадают, как банально, как все в ДТП. Ну и что делать? Что за ОСАГО, с чем выедят? Оно только появилось? Да. Я звоню своему ректору, говорю, так и так, мол, я куда-то тут попал. А что-то я помню, рассказывали про это дело, там, ну, я это дело прослушал, но... Ну, не понял. Ну, не понял, да, что с ним делать. После чего, он говорит, как порядок мне действия рассказали, обратить страховую компанию. Все, я подал. Само собой, это была страховая компания «Согласие», которая находилась в Новороссийске. Филиал там? Да, филиал. Черноморский, черноморский филиал. Еще и в Анапе еще не было. Ну, и дальше получилось так по судьбе, что супруга работала в налоговой инспекции. И когда произошло все-то дело, она говорит, слушай, у меня есть конкурсная управляющая, которая с этим согласием вроде бы как работает. Давай позвоним ей. Позвонили туда, та вывела на директора, Скрипкина Гюльнара Адиловна такая была. Но она вывела, она чуть не так поняла супругу, и она вывела с таким разом, что не надо помочь не по ОСАГО получить, а есть человек, который вот он сейчас институт заканчивает, ему нужно, короче, что-то куда-то себе пристроить. Хороший парень, возьми его на работу. Мне сказали, там тебе она сделала так, что ты так подумал, что она неправильно поняла, ей просто нужен специалист. Мне сказали, езжай в Новороссийск, там тебе примут. Я собрал все документы, написал заявление, и поехал туда. Я поехал сдавать документы на ПДТП, а на этом оказывается ждали с трудоскурсом на работу. Поговоря с директором, мы одного года рождения, значит, выяснилось так, что им в Анапе нужно представить, кто откроет агентство от Черноморского филиала согласие и дальше начнет работать. Само собой, я это высушил, кинул головой, но никуда больше не звонил и потерялся, потому что я не представлял себе вообще, что я спортсмен. Как стать страховым агентом, как стать страховым брокером, как увеличить свои обычные продажи, как увеличить свои интернет-продажи, как придумать название для своей будущей компании, как разработать корпоративную символику, как разработать логотип, как внедрить систему управления взаимоотношений с клиентами, CRM-систему, как поздравлять клиентов с праздником, с день рождениями, настроить кросс-селлинг, апселлинг, внедрить телефонию, внедрить сервис обратного звонка и многое-многое другое. Все это вы узнаете на нашем бесплатном, пятидневном тренинге по автострахованию. Чтобы принять участие, вам достаточно подписаться ниже, в форме ниже и пройти предварительные уроки. У нас чуть-чуть немножко техническая заминка получилась. Мы как раз-таки поставили еще и ветрозоседу. Не должны увидеть подмену. Мы продолжаем. То есть ты, получается, у нас поехал в страховую компанию с согласием для того, чтобы возместить ДТП. Тебе сделали предложение. Очень-очень крутое для твоего умения. Ты испугался и соскочил. Побоялся ответственности. Побоялся ответственности. Не ожидал. Думал, да, я учитель. Тренер, тренер, преподаватель. Еще детский стат. Ну, никак не страховщик. Но, благодаря Скрипкина Гюлинария Родиловна, которая... Директор. Директор черноморского филиала она тут была. У нее не только ко мне, но и других, кого руководили она нанимала в других городах. У нее была... Она в людях... Видела в людях будущих страховщиков. Она сама... Она сама на сегодняшний день, я скажу так, что она, на мой взгляд, она из самых лучших. Она сегодняшний день, она лучший директор в Черноморском... Лучший директор согласия, который вот был. Дальше с меня здесь много, да, директоров было, но она настолько мощный продавец была, и она настолько... У нее настолько были большие сборы, и она меня первоначально начала обучать, как говорить, и как с людьми. То есть она, скажем так, она приехала в Анапу, она настояла, чтобы я пошел к ней работать, попробовав. С чего начинать? Также она мне дала вот путь направления. Начни со своего телефона, со своих друзей, но через месяц я жду от тебя уже первых результатов. В первый месяц я сдал в 2005 году 300 тысяч рублей. Сразу? Сразу. Нифига себе, ты что сделал-то? Я пришел к тем ребятам, которые... Причем по доброволке. Не ОСАГО. Не ОСАГО. ОСАГО я выхватил за ОСАГО, я выхватил так, потому что у меня было выписано все три полиса. Я поднял все своих друзей, связи спортсменов, у которых была каска, тогда это модно было, без фамилии моих. А какой год это был? Это уже 2005 год. 2005? 2005 год поднял. Ну, скажем так, у меня только одна машинка, Audi страховалась, у которой был, прошел платеж сразу же в 105 тысяч. Это неизменно. Это неизменно машина была в крае. Такая Audi заехала. А вот. И само собой к концу месяца... Я передаю тебе, друзья, чтобы вы понимали, компания Multifinance начинала с оборота в первый месяц 2 тысячи рублей. Потом на второй месяц было 11 тысяч рублей. И вот когда у нас была 11, мы себе поставили нереальный план в 300 тысяч рублей в месяц. Потом, конечно, мы его догнали, но никак не в первый месяц. Поэтому это очень круто результат. все благодаря, опять же, знакомству. К концу месяца я не мог... Скажем так, у моих друзей есть такой у нас боулинг-клуб Пепелац. Я понимал мозгом, что это мне... Нет, когда я начал уже этим заниматься, я настолько увлекся этим делом, что я начал грызть гранит науки в плане страхования. Много читал книг, много лазил по интернету. Все, тогда на том мне было мало доступно, но все-таки это происходило. И через на второй месяц я попал, опять же, благодаря директрисе, на такое обучение в Ингострах ЛМТ. Где получил... ЛМТ, что ли? Это то же самое, это была накопительная система страхования жизни. Но там настолько грамотно преподавали и рассказывали, как продавать страховой продукт. Вообще, что, оказывается, страховка, это не страховка, это страховой продукт, как правильно. Что его так же кушают и так же его продают. И я только тогда это все понял. Само собой, зарядившись энергией учителей, которые тебя наставляют... А, страховка жизни, они такие самые грозные сектанты. Которые тебя заставляют, через 3 дня ты приехал, если ты не начал работать, все, можешь завязывать с работой. Иди в бой, прям сразу же. Да, сразу же я столкнулся с Ингострахом, но непосредственно с Краснорским филиалом, который страховал у нас Болин-клуб Пепелац. А это были мои друзья. И тут произошла как раз таки нехватка во мне опыта, моего года же парень, он меня раскатывал. Они стравили нас совсем, они сделали, кто предложит лучшее условие. Я молодой, Пепелац, да, он говорит, вот с Ингострахом, предложи, Алексей, ты лучшее условие, мы пойдем к тебе, почему мы должны к тебе идти. Я долго бодался с этим парнем, нереально, он был на высоте, не спорю, я был неопытный, а он такой же годы-ка полтора проработал страхование. После чего я сделал паузу. Я сказал, ребят, давайте я позову сюда директора, которая приехала, через час она была. Ты бодался с тем человеком, он из какую компанию представил? Он из Ингострах, Краснодарский, а я согласен. Он года полтора уже проработал, он знал, и его был конек, конечно, он там, по имуществу, он там прям у них прям лидер был. Ну, понятно. Не помню, как его зовут. Я позвонил директрисе, которая молодец, приехала через, за час она, с Новороссийской приехала в Анапу, зашла, ей хватило минут, наверное, 20, чтобы этого парня просто раскатать. Она ему такими вопросами, начиная от того, что какой рейтинг у компании, а он начал бледь и не знал даже, какой рейтинг у компании Ингострах, хотя он ее представлял уже не один год. Она ему вопросами засыпала, и в итоге, то ли она произвела впечатление на директоров, то ли как, то ли грамотно. Встал тогда директор, сказал, вроде бы Вадим, кого звали с Ингострах, а он говорит, Вадим, извини, пожалуйста, мы к друзьям. Это был платеж в 1 миллион рублей. Это когда, после начала? Это 3 месяца. Фантастико. Это был платеж в 1 миллион рублей, после чего мне сказала директориса, теперь ты можешь ходить просто на работу и от того, что у тебя есть удовольствие ходить и учиться. Ты перевыполнил план свой. Друзья, чтобы вы понимали, это какой был год 2005? В 2005 году миллион рублей, это сейчас, наверное, миллионов 10. Да. То есть, это совсем другие деньги. То есть, это очень для человека, который 3 месяца. Да. Я получил оттуда комиссионное вознаграждение с миллиона. Что-то около 35% я получил. 350 тысяч рублей. Я просто приобрелся в автомобиль. Что машина делала? Гранд-Чероки. Аля 90 гранд-Чероки, все. Ну да, чтобы понимать. Все понимать. И страхование тебе понравилось? Я в нем влюбился. Упал на колени. О боже. Где вы были раньше? Вообще, почему страхование в начале 90-х, 95-х? Я бы даже в спорт бы не пошел. Я понял, когда появились в кармане деньги и ты понимаешь, что ты не идиот, ты начинаешь все-таки уже по-другому мыслить и ты начинаешь именно взрослую жизнь зарабатывая на том, что тебе нравится. Вот здесь как раз-таки и совместилось приятное с полезным. Зарабатываешь и само собой имеешь возможность работать в той сфере, в которой тебе нравится. Ну смотри, насколько я ну, насколько я помню, мы до этого, естественно, с Алексеем общались, насколько я помню, у тебя был опыт в страховании, ну то есть ты работал по найму, да, то есть вот тут, получается, ты поработал как агент, как из лица, то мы потом тебя начали подключать как руководители филиала, да, правильно? То есть как руководители агентства. Да, не, а вот как раз-таки согласие, я вошел уже руководителем агентства в городе Анапа у Черномского филиала. Уже руководитель сразу же, с первого дня до официальной должности руководителя. Ну вот ты, получается, должность без офиса, без ничего, тебе ничего не дали? Да, мне дали денег, на которые нужно было найти офис, и я это все дело, правда, долго искал, на втором месте нашел офис. Финансирование сразу же вышло, мне даже еще дали 6 единиц, ну, как раз-таки миллион. Они говорят, да, конечно, 6 человек возьми себе, должен, да. Сказали, что еще у тебя еще из знакомых? Я им примерно набросал своих знакомых, что я планирую сделать на второй год. Сказали, если ты это выполняешь, то ты неприкасаемый, тебе не надо заниматься в саде, занимайся вот доброволкой, я, честно говоря, тогда ОСАГО даже вот не знал, как с какой стороны подойти, но машины были, само собой, КАСКО, это ОСАГО прилипало, ну, и близкие друзья. Ну, тогда это очень требовалось ОСАГО, и мне сказали, я не знал просто, куда идти, опять же, вылагает директор, она сказала, а у тебя, ты говорил, что есть в ПТП знакомые линии техосмотра, где-то автобусы, да, есть, так и не туда. Ну, получается, от своего, не сайта, ну, не то, что интернет-продажам ты не занимался, потому что это согласие, никакий кусочек тебе не перепадал, то есть ты переговорами. Само собой, сев на эту линию, почувствов, опять же, дополнительный заработок, вкус крови, правильно, я пошел по головам, я пошел по агентам, которые уже работали с другими компаниями, просто предлагая им условия не жадные. На тот момент страховщики давали 3%, 2%, максимум агентам. И агенты, ну, работали, потому что... 2005-й, Банаби был, 2-3%, и я пошел с 7%-ми. У меня была комиссия 15%-ми. С 7%-ми, а давать половину. Ну, да. Я это считал по-честному. Но, я и разбудил, может быть, если поступило неправильно, я разбудил, нет, скажем так, в старых, матерых госстраховцах, старых страховщиков, которые... Я был самым молодым вообще страховщиком в Анапе. То есть, в администрации на планерке мы сидели, я самым молодым, мне даже род не давали открыть, потому что я был еще молодой. Ну, вот. Они оскорбились тем, что я предлагаю 7% и иду по их агентам и занимаю лучшие места, потому что я как бы был знаком с ними руководительным деятелем, и они, само собой, мне и отдавали это дело. Они начали предлагать 10%. И вот тут мы, конечно, раскормили уже агентов. Агент уже начал зарабатывать и диктовать условия непосредственно руководителю страховой компании. Здесь уже была допущена стратегическая ошибка, так скажем. Мы спасались в зависимости от агентов, не подозревая, что в свое время мы придем сами в агенты и брокеры. Вот таки вот. Вот так и раз... Сам себе подкинул, да? Да. Ну и вот так дальше оно пошло пошло развитие развитие. Мы все это довольно-таки... Скажем так, я за 2 года вот с 2005 по 2007 год проработав. В 2007 году в начале года к нам подъехал альфа-страхование. Со сказочными предложениями по ОСАГО, ой, по комиссии. Со сказочными предложениями. Мы что будет в конце года заперевывание плана у нас будут еще и премиальные. нас кинули. Альфа-страхование. По красоте. Нас кинули. Ростовский филиал. Вот. Мы перевыкнули. перевыкнули. Друзья, поэтому такой вывод делаем. Мы как уже два матерых страховщика можем сказать. Если вам предлагают слишком шоколадные условия, здесь сразу первый... Первая причина, почему надо задуматься. А не кинут ли меня? Или подумать, а как именно они меня кинут и когда? Да. Потому что если будет слишком шоколадные условия, почему-то, а другим нет, а именно вам, да, то здесь конечно вариант о том, что нужно призадуматься. Ты как еще только начинающий схватился. Конечно. Мы ухватились, мы начали переводить весь объем согласия на Альфу, а он еще был задаток большой. Это конкретно был ростовский филиал. Ростовский филиал, да, он приехал, да, нам прям такие предложения, там, и мы это... Ну, скажем так, в 2007 году мы им дали столько, что они в конце года, по нашей договоренности, они были должны нам комиссионного вознаграждения почти что в миллион. Их просто, скорее всего, задушила жаба отдать кому-то там, дать ему миллион. С какого перепугу? Да, они решили. Они отдали там что-то около 100 тысяч и все. И на этом был вопрос закрытый. Не добиваясь правды, мы даже не знали куда еще обращаться, чтобы вот за помощью. По документам он и ушел. Я думаю, он ушел. Но в 2007 году мне поступило предложение возглавить в городе транспортное управление. у нас пришел новый глава довольно и проработал страхование 2005 по 2007 уже в конце ноябрь месяц предложили тогда получить два с половиной года предложили пойти возглавить транспортное управление пришел новый глава довольно-таки мощный сегодняшний день он глава Сочи Анатолий Николаевич Пахомов довольно-таки мощный глава настолько этот мужик с большим характером он настолько мощный преподаватель к жизни он не давал послабонно он не давал вот этого а не получилось расслабиться и расслабился не получилось сделать все можно расслабиться не получается сделать уйди есть те кто придут и сделают вот это дал я получил огромную школу управления а еще мне было в этом деле легко очень потому что а сколько ты в итоге проработал в администрации 5 лет 5 лет то есть 2007 плюс 5 лет это у нас 12 1 августа 2007 года я пришел в администрацию 2 августа 2012 я ушел в администрацию ровно пятилетка но с Пахома нет я ушел уже сколько 3 года да 3 года они потом ушли в олимпиаду строить а вот тут сыграла такая ну нет я не жалею но может быть пошел бы в другом направлении дело в том что когда я ушел в администрацию я стал руководителем своего друга и поставил руководителем в самую свою супругу она уйлась налоговой и перешла в страхование согласие согласие и дальше уже работает до сих пор да она руководитель агентства подразделения от черноморского филиала подразделения подразделения в городе Анапа согласие когда было легко им потому что я был в администрации и я включал весь административный ресурс а это пансионаты это много чего да где знакомство появились знакомства административные где свободно отдавали под туда значит туда вот такого плана они довольно таки у них на сегодняшний день планом около 40 миллионов то есть они вот 2008 2009 год согласие было 40 миллионов на год плана это не было это не выполнение сбора у них происходили вот и тогда вот именно тогда когда вся команда поехала в Сочи строить олимпиаду мы сели дома с супругой и поговорили что как же быть туда уезжаем мы не знаем что будет происходить там срастусь сработать не срастусь а здесь все-таки бизнес который сегодняшний день он кормил как ни крути он кормил само собой принялось решение остаться мне короче лучше журавль в небе да ну еще и да и по административной линии у меня пошло повышение меня перевели на начальника промышленности транспортосвязи это было на голову выше чем транспортное управление само собой другая работа ну так сложилось что я проработал с той командой полтора года и принял решение что я с ней не хочу работать дальше там грозило все печально уйдя с администрации куда вернулся страхование конечно страховая группа АСКО в тот момент она почему почему не согласен почему-то не согласен благословен супруга не пересекаться у нее все получалось и получается поэтому я туда не лез из администрации ты уходишь переходишь в страховую группу АСКО а как получилось? получилось очень интересно эта группа тоже выходы искала на Анапу она знала что здесь есть вот наша команда это вот мой друг Михаил Чириди супруга и административный ресурс они знали что мы довольно таки у нас большие сборы довольно мы на втором месте были после разговор страха по сборам немножечко может быть конкурировали со страховой компанией Россия тогда еще и значит она буквально чуть ли не в 2009-10 она уже да я сделал грамотно все это дело я руководителя не кинул я ему предложил просто всю комиссию я тебе отдам что полагается у меня есть отдай мне клиентов забери мою всю комиссию на протяжении трех лет я тебе буду отдавать всю комиссию тем самым он уже пенсионер ему было прибавка к пенсии потому что до меня его кинули пару раз пообещав и не сделав не будем называть компанию вот но тут он столкнулся с тем что оказывается человек еще и выполняет свои договоренные условия и само собой это прибавка была такая хорошая клиентская база расширилась расширились виды страхования я не занимался не строительством я не занимался это все у него все это было а страховая группа АСКО она искав сюда выходы она вышла на на супругу и предложили как бы им перейти но само собой перейти никто даже не думал об этом а вот параллельно как ОСАГО готовы были помочь держаться на плаву дальше получилось так что туда устроили директором друга который у меня как раз таки супруга моя работал его жену куда устроили директором руководителем подразделения в Анапе от страховой группы АСКО а ты а я еще три месяца обалдел я три месяца отдыхал предложение поступило у НасКО начали придумывать решение подключили подругу я пока никуда не хотел я подумал надо ли мне вообще страхование потому что она есть супруга нужно мне пересекаться но произошло так может быть печально она оказалась просто не страховщиком я теперь понимаю что им нужно было родиться страховщиком если вы думаете что вы можете им стать нет им нужно родиться им нужно родиться может быть вы не знаете что вы родились страховщиком да это как знаете у всех есть слух но не все его могут развить поэтому кому-то говорят да мне медведь он наступил но оказывается он есть у всех это просто нет желания у нее не было желания либо что она работала все время в минус и не давала вообще ни одного договора за три месяца за три месяца когда уже меня вызвал директор ярко валерий сергеевич к себе и говорит Алексей мы с ним были знакомы он говорит Алексей я либо закрываю АСКО в Анапе ну либо ты его возьмешь и будешь возглавлять потому что я знаю что ты потянешь а вот она не тянет я решили вопрос документально да чтобы было все хорошо вот так я и вернулся опять в страхование 2012 год вернулся в страхование это прям волна возглавил да возглавил страхование хорошо себя чувствует очень таки было до последнего еще тяжело вот пока группа АСКО существовала тяжело было вернуть даже своих друзей клиентов потому что потому что не хватало опыта он подзабылся немножко вот все эти вот напор все скрины все это все как говорить правильно вот это вот все но как-то немножко ушло административная работа нас съел это нет сразу же давал плюсы 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 нарастало там поменьше я за первый год 46 миллионов и сдал денег вот как бы никто план не ставил но 6 миллионов они получили и довольно таки были все довольны но не хватало непосредственно вот возобновить память разговора с клиентом возобновить что происходит вообще современное что-то что-то выполнено современное правильно и как рыба в банке бьешься головой понимаешь что дальше океан но как в него попасть не может да где же эта лазейка океан нашелся океан нашелся океан в виде интернета где вбивая современные продажи обучения страхованию продажи страховых пользователей и потом я вбиваю продажи страховых пользователей ОСАГО с нуля я кого я вижу господа подожди но это же не 2012 год как это прошло так это нет это уже я проработал это уже 2014-2015 год уже все это уже я работал все это время уже сам насколько понимаю я понял за 3 года я понял что не хватает у меня произошел стопор 10 миллионов и каждый год 10 миллионов ну 11 ну 12 ну никак не 20 и вот тут стопор он ну я понимаю что куда-то я должен идти что-то я говорю не то людям он меня слушает и говорит хорошо я подумаю да теперь я мне скажу эту фразу это мой клиент я знаю что на все 200 это мой клиент я даже даже дать кто скажет я подумаю понимаете вот это мой клиент но в тот момент он говорил я подумаю я говорил да ну ладно а над чем да везло что были филиал находился в Краснодаре и я выезжая из Анапы я включал твои уроки на панель приборную ставил по блютузу телевизору если я не музыка а вот туда-обратно ездил и тебя слушал и еще слушал продавцов так же кто продавец да мне было очень интересно очень интересно для меня открытие потому что я то думал что ты только недавно про меня узнал нет да очень долго очень долго я тебе писал еще в контакте ага вот мы с тобой обмолвились на славе ну почему так у нас у нас и вот а после контакта ты мне написал через два месяца предложил это уже вот был вебинар а приходи на вебинар да и тогда у меня не получилось зарегистрироваться ты смог я не смог куда-то тут же это ладно я еще раз смотрю там 16 урок что называется вот очень интересно понравилось мне я вспомнил я об этом знал но я забыл как раз таки вот это с первого урока составление таблицы и звонков и касание семьи и понесло и вот это все всплывает в памяти когда ты уже это дело знаешь да но оно просто утерлось и забылось как раз грамотно объясняя вот и этот человек еще в Таиланде и я понимаю что я тоже в Таиланде в Анапе но все таки я готов быть там тоже это подвигло к тому что это подвигло к тому что у меня появился азарт обойти всех в Анапе и супругу в том числе это все таки мой самый главный конкурент и ее обойти тоже на сегодняшний день я не скажу что я ее обошел мы идем параллельно и будем идти параллельно помогая друг другу все таки это одна семья вот но у нас сегодня сборы хорошие по Анапе и мы довольно таки скажем все что сегодняшний день мы кушаем и имеем это все благодаря конечно страхованию ну друзья знаете хорошая новость да вот у нас видите тут логотипчик оказывается я посмотрел супругу эту дочка подарила да дочка подарила вчера сборная России выиграла в Испании это невероятное событие но еще одно невероятное событие случилось что можно так сказать что сегодня окончательно родилась компания бокс полис да почему потому что создал Алексей сайт да наконец таки поэтому рядом с этим видео вы обязательно увидите сможете посмотреть оценить если вы из Анапы и ты только по Анапе работаешь нет у нас у меня представительство город есть Геленджик Темрюк значит Анапа Анапа да это пока первые города в которых мы работаем которые там есть Ейск Ейск Темрюк Геленджик Новороссийск Анапа все понял это города в которых есть доверенные кому доверяю из агентов да которые довольно таки хорошо и продают и они не не кинут ну по крайней мере так вот они я в них уверен что эти ребята за 50 рублей не перебегут в другую строку компании они ведут в одной упряжке и по крайней мере показывают что благодаря академии по идеям подслушу начинаешь внедрять уже сером оооо это боги придумали эту серую систему и кто ее внедрил это боги как нормальный да как нормальный человек в меня кинули близкие друзья своровав вазу осаго убив ее чтоб я до нее не дотрагивался возобновила сегодняшний скажем так ну 50 процентов от того что было то есть только отсутствие одной нормальной программы одной нормальной системы да получилось и наличие плохих друзей привело к тому что тебя откусили лакомый кусок такой мощный что были мысли бросить даже вот так но после того когда вот опять же все уроки это вот непонятное слово CRM системы я даже честно говоря не понял как она пишется начиная с доллар да 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 интернет мне тоже ничего интересного не рассказал ну и вот теперь я понимаю что данная система она она необходима вот таким как я агентам да которые потом но если у тебя свой личный бизнес эта система полностью твой щит это твоя защита к тому что тебя не швыранут вот эти вот псевдо страховщики вот эти вот выскочки которые проработал у тебя полгода они считают что все они могут сами да они не понимают что им не даст филиал полисы осаго потому что у них даже не то плана на вопрос а какая у вас убыточность они молчат они говорят для чего это нам надо да 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 все ну вот CRM система как раз таки сегодняшний день она мне и даст полную защиту как рекомендация всем переходить потому что это нет если хочешь быть кинутым продолжай дальше в excel и ручка но это храни пожалуйста у своего агента у своего доверенного лица который тебя в дальнейшем выкинет да можешь еще и своим да друзья ну в общем мы тогда потихонечку заканчиваем понятно что разговор этот может быть бесконечный я надеюсь очень надеюсь что мы обязательно еще раз с Алексеем встретимся он живет в Анапе мы сейчас недалеко от него поэтому всего лишь 400 километров поэтому либо он к нам либо мы к нему приедем и еще допишем потому что история о том как тебя обманули когда почему кто как я раскрою все эти языки как я это набрал я очень надеюсь что мы сможем записать но а на сегодня что у нас пока все да да что можно сказать в конце одно тогда скажи пожалуйста на пульсе вот начинающим агентам начинающим страховым агентам что бы ты порекомендовал им вот ну обязательно что делать и что не делать вот может быть там пару вещей значит что не делать ни в коем случае не не воруйте у своего работодателя не занимайтесь такими вещами как подставные аварии не занимайтесь даже если твой родной брат к тебе обращается не помогайте достаньте деньги с кармана дайте ему вот ваша будет помощь нельзя воровать иначе об вас вас узнают это все тайно становится явным и вы останетесь как та старуха у разбитого карета а что делать нужно что нужно сделать я думаю что не надо любить деньги а полюбите свою работу которая вам даст потом это количество денег которое вы хотите полюбите клиента клиента да работаем сегодня уже от клиента защищайте клиента полностью даже перед страховой компанией который я раньше не находился там все на другой стороне баррикады и она мне это интересней я вижу у меня идет тесный контакт с клиентом тем самым я больше вижу потенциала в развитии других видов которые я еще не не занимался а это даже опять же вернется к накопительной системе страхования она все время придет в общем то есть не кидать работодателя никаких подставных вещей да и что я за вылетел из головы что мы должны что можно сделать полюбить свою работу полюбить свою работу да она тебе уже принесет и деньги и так далее и тому подобное все друзья на этом оптимистично оптимистичной ноте мы заканчиваем Алексей Выгалко компания бокс полис академия страхования мультфинански Кирилл Жбасов все спасибо пока пока и у и и и и